Девочка-пай Два часа дня на Дону ФМ на Дону 100,7 в Ростове 103,3 в Сальске 101,7 в Целине ФМ на Дону Наши Наши В эфире Вы слушаете радио ФМ на Дону Микрофона Марина Орлова Здравствуйте За звукорежиссерским пультом Сергей Гужев А в качестве соведущего со мной автор-исполнитель Тимур Камышанский Добрый день, дорогие радиослушатели Мы продолжаем проект Наши в эфире Партнеры программы ПАО Вымпелком и ОАО Дорожное ремонтно-строительное управление Немного информации для тех, кто слушает нас сегодня в первый раз В эту студию мы приглашаем авторов-исполнителей из Ростова и области Беседуем, слушаем песни А после интервью включаем эти песни в плейлист Так что если сейчас нас слушают авторы-исполнители из Ростова и области Приготовьтесь записать номер телефона 200 ровно 2519 Звоните нам и вы обязательно окажетесь здесь, в нашей студии Также, друзья, вы можете оставлять свои заявки в группе ВКонтакте на нашей страничке Наши в эфире в разделе «Хочу в эфире» Мы работаем в прямом эфире Вы можете звонить нам по телефону 200 ровно 2519 Задавать вопросы нашим гостям И, кстати, сегодня автор самого оригинального вопроса Получит в подарок термокружку от компании Билайн Сейчас в период холодов Это очень актуально Да, Тимош? А как ее получить? Я тоже очень хочу термокружку Мне что, нужно теперь звонить в наш эфир? Сейчас вот прямо... Он хитрый какой Ну, то есть, когда мы будем слушать песню Ты можешь, конечно, выйти и позвонить Но твой голос узнают, поэтому не знаю, не знаю И что же мне теперь делать? Проси своих друзей Кому-то обязательно достанется моя термокружка Также, Мариночка, мы не сказали, что нас можно сегодня не только слышать, но и видеть Для этого в группе нашем эфире ВКонтакте Просто переходите по ссылке «Прямой эфир» Ну, вроде все мы с тобой рассказали Все, фуха Давай уже поскорее знакомить слушателей с нашими гостями На самом деле, знакомить слушателей с нашими сегодняшними гостями не придется Потому что их очень даже хорошо знают Все они были у нас уже в гостях Их песни активно звучат на волнах нашей радиостанции Заинтриговали мы всех Да И так раскрываем интригу В гостях у нас сегодня Мила Руденская, Камиль Бекенин, Константин Ростовский И группа-купаж Геннадий Быковских и Николай Мишанский Здравствуйте Здравствуйте Всем привет Здравствуйте Как ваше настроение, несмотря на такую погоду? Отличное Отличное? Мило Даже без термокружки Термокружка, конечно, не помешала бы в такой день Но, глядя на улыбающуюся Марину, то сразу теплее становится А я тоже улыбаюсь, между прочим Почему только Марина всегда отвечает? На меня смотрит Да Я так узнала Сейчас Тимур начнет тоже грести себе очки Тимур, ну я думала, что тебе все девушки говорят комплименты Поэтому я вот хочу Марине сегодня делать комплименты Ой, спасибо, Мила Константин, как добрались? Что там, пробки, да? Я так поняла, что задержались чуть-чуть Перевожу, пробки Немножко мы сейчас настроим микрофон Дорогие друзья, ну что, теперь мы должны пояснить нашим слушателям Почему собрались сегодня в таком составе Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели Мы выбираем песню года Предстоящие эфиры до Нового года мы проведем в веселых компаниях В нашу студию будут приходить авторы-исполнители Песни которых набрали наибольшее количество лайков в нашей группе ВКонтакте И пользуются у наших слушателей особым интересом Итак, в течение нашего сегодняшнего эфира Мы послушаем 4 песни от каждого участника За эти песни можно, а главное нужно Голосовать в течение всего часа С 2 до 3 на нашей страничке ВКонтакте В группе нашей в эфире В конце программы нам будет известен человек Набравший наибольшее количество голосов В конце года мы подведем итоги После 5 итоговых программ У нас определится абсолютный лидер Это и будет песня года И автор песни года, по мнению наших радиослушателей Получит диплом от радиостанции ФМ на Дону Вот такой прекрасный приз Да Ну что ж, рады видеть вас Кружку опять? Нет, диплом Кружку нужно позвонить Не так-то просто это все сделать Нет, термокружка на самом деле Мало просто стать Исполнителем песни года Для того, чтобы получить кружку Правильно? Да, нужно дозвониться по номеру 200 Рома 2519 И не просто дозвониться, еще и вопрос оригинальный задать Ну что ж, рады видеть вас в нашей студии Все вы у нас уже были Все вас уже знают Хочется спросить Что изменилось в вашей жизни После того, как вы у нас побывали в эфире После того, как ваши песни Стала слушать вся Ростовская область С кого начнем? Мило? Да хотите с меня Конечно Можно с меня Ну что, естественно, после вашего эфира Сразу сольный концерт в Кремле был Шутите, да? Ну как, в такой... И не один И не один, да, уже Не, ну если честно, то Как... Очень много отзывов пишут Во все соцсети, где только есть А есть во всех соцсетях Которые только придуманы И спасибо огромное, что люди интересуются Моими песнями, моим творчеством Безумно счастлива Вот у меня был крайне сольный концерт Буквально 18-20 Боже мой Ну вот, в четверг в прошлом Это когда я вам звонила Я мешала подготовиться Да, я вам названивала И было такое большое количество зрителей Что все нужно подумывать о том Чтобы расширять площадку на будущий год Потому что я регулярно делаю Вот в городе Который является моим родным Город шахты Для своих любимых земляков Ежегодный концерт Сольный Который прошел вот с аншлагом Хотя могу похвастаться Так приятно, что всегда с аншлагом проходит Но в этот раз вообще было столько людей И желающих, что Нужно расширять площадку Спасибо большое Геннадий Николай Расскажите, пожалуйста, о ваших каких-то, может быть Что у вас произошло за это время Стали вас по голосу узнавать Поклонницы, может быть, возле подъезда Сторожа Да, я вот теперь уже Что-то с грустью, Геннадий Приезжаю домой Не, ну я сейчас объясню, почему Это тяжело просто С грустью, потому что Ну приезжаю домой Там стоят поклонницы С плакатами И агитируют Не в день, как счастье Давай, давай, давай Я говорю Да я устал, я с работы Приходите на концерт Они Нет, хотим, хотим Вот мы на ФМ Слышали песни И даже термокружку не надо Давай Баковского Да, нам термокружки не надо Нам песни дала Да, нам песни Ну, с Геннадием все понятно Николай, а у вас Как это все происходит? А присоединяюсь, наверное А вы вместе возвращаетесь домой Ну, мы в студию вместе Домой возвращаемся Понятно А, ну, кстати, около студии нас тоже ждут Мы приходим А там Прям под флагом А там армия поклонится Замечательно Камиль Да, поиспугать Такие подробности Слушайте Все нормально работаем В студии Пишем песни там Представь ради работы Куда одеваться Надо же как-то заработать Правильно, правильно Все как у всех Ничего такого необычного Константин Слушают вас Слышат Отзваниваются Давайте мы поделимся микрофоном Камиль Честно раздели микрофон Наши радиослушатели Хотят услышать Все-таки Константина Хотим вас услышать Все хорошо Все как говорят в гору Только Лучшая перспектива И развитие Пишу песни Более продуктивно На разносторонние темы И появился Слышатель Своя Пусть маленькая Но аудитория Ну как бы так Спасибо большое Я хочу напомнить Что мы работаем В прямом эфире 200 ровно 2519 Не стесняйтесь Звоните в нашу студию Задавайте Вопросы Нашим гостям И автор Самого оригинального вопроса Давайте только тогда Тимуру Сегодня Тимур Я на них хватает внимания Немножко Да Автор самого оригинального вопроса Получит не только Наше внимание Но еще и термокружку От компании Билайн Ну что Сейчас предлагаю Прерваться на музыкальную паузу И послушать Замечательную песню Я думаю Никто из мужчин не возражает Мы пропустим даму вперед И послушаем песню В исполнении Милы Руденской Птичка в клетке Слушаем Солнышко меня манило Говорили мне Дорогая Спой Но не воля Голоса лишила И не пела С ней Не танцевалась Пока тебя Не повстречала И сразу Легче задышала И сердце Чаще Засучала Моя была Птичка в клетке Не пела И не летала Только скучала Только скучала И о воле Мечтала Но ты отворил Квету И я взлетела На небо Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела День на день не похожий Так мне теперь не скушено Если ты и прохожий Все равно так ведь лучше Хочется петь Не плакать Собирать блеск На нитку И чтобы ты со мной Был рядом Но не запирал Меня в клетку А я была Птичка в клетке Не пела И не летала Только скучала Только скучала И о воле Не мечтала Но ты отворил Квету И я взлетела На небо Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела Через прутья клетки золотой Солнышко меня манило Говорили мне Дорогая Спой Но неволя Голоса лишила И не пелась Мне Не танцевалась Пока тебя Не повстречала И сразу Легче Задышалась И сердце Чаще Настучала А я была Птичка в клетке Не пела И не летала Только скучала Только скучала И о воле Мечтала Но ты отворил Дверцу И я взлетела На небо Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела А я была Птичка в клетке Не пела И не летала Только скучала Только скучала И о воле Мечтала Но ты отворил Дверцу И я взлетела На небо Где звезды И солнце И нету оконцев Которое Я бы смотрела Где звезды и солнца, и нету оконца, в которой я бы смотрела Наши в эфире Мы в этом студии только что послушали песню Милы Руденской «Птичка в клетке». Если вам понравилась песня Милы Руденской, голосуйте за нее прямо сейчас в ВКонтакте в группе «Наши в эфире». Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 200 ровно, 2519. Звоните нам, задавайте вопросы нашим гостям. Вот ты, Тимур, говоришь, мы послушали. Ты слушала, я еще и танцевала. Молодец, Мариночка, молодец. Танцуют под эту песню, скажите, вот честно, на концертах. Как люди реагируют? Очень нравится эта песня людям, очень нравится. Не знаю даже, с чем это связано. Я как бы люблю всех, конечно, своих детей. Песни «Это мои дети», да? Но больше мне нравятся такие, не знаю, медленные какие-то. Ну, больше как-то, я не знаю, я к ним тяготю, тяготение больше к ним. Но «Птичка в клетке», она идет в фаворе перед всеми, всегда под нее танцуют, всегда как активная публика, сразу начинают аплодировать, улыбаться, как ты улыбалась сейчас, да, и, конечно же, танцевать. Расскажите, пожалуйста, а когда вы написали свою первую песню? О, ну... Ну, примерно в детстве. В детстве, конечно, в детстве, да, сидела, что-то там напевала. Я же рассказывала на прошлом эфире, что... Но не все слушали прошлый эфир. Да, мне безумно нравилось, у нас был весь сборник стихов Есенина, и вот я любила, любой томик открываю, ставлю на пюпитер пианино, и вперед, тут же что-то играю, да? Ну, и свое, так же, думаю, если я могу вот так вот читать с листа Есенина легко, то нужно самой что-то придумывать. И, естественно, все это творчество мое идет с детства, наверное, в как... Ну, сколько, в пять, в шесть, в семь лет? Наверное, в пять. У меня, кстати, сохранилась кассета еще тех времен, когда меня записывал отец, где я представлялась. Сейчас выступает народная артистка Людмила Васильевна. Вот именно так я почему-то себя представляла. То есть без фамилии, просто Людмила Васильевна. Да, именно вот так я себя представляла, да. Но в итоге я выросла, да, и Людмила Васильевна я превратилась в просто Милу Руданскую. Замечательно. Камиль, кому пишете, кому отправляете сообщение? Голосуете, да? Скажите. Кружку хочешь получить. Сто процентов. А вот кто-то хочет получить кружку, потому что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Шахтинец Кореной. Да, Алексей, слушаем вас. Есть ли у автора и исполнителя Руденской песни о женах шахтеров? Спасибо большое за вопрос. Очень оригинальный. Мила Руденская задумалась. Если уж о женах шахтеров, то знаете, каждая моя песня, наверное... О чьих-то женах. О женах, да. Потому что очень много подруг, которые рассказывают какие-то свои истории, какие-то свои, я не знаю, горести, проблемы, которые так или иначе потом выливаются в какую-то мою очередную песню. И я могу сказать с точностью, что, наверное, жен... На данный момент есть? Да. Жен... Ну, чтобы слово «шахтер» звучало. Да, да, вот такой у меня нет песни, вот, но... Что в слово «жена»? Жена... Вот сестра есть у меня. Жены нету, наверное. Ну, вот видите, какие... Сестра все равно вообще это жена. Да, Алексей Бородин, да. Перепродивайся. А Камиль, когда вы написали свою первую песню? Сколько лет вам было? Я не помню. Очень давно. Годика три, да, наверное? Да, не считаю. Нет? Это я не считаю. Серьезно я написал, наверное, в 2000-м где-то примерно. То есть не так давно, фактически. Ну, такую, да, настоящую. Зато у вас много песен, насколько я знаю, да? Ну, я сам не знаю, сколько. Не считали. Уколо двухсот, наверное. Ух ты. Примерно не знаю. Ух ты. Константин, давайте немножко вспомним, вернемся. Давайте. В 12 лет четверостища. Ты сейчас вспоминал, думаю, что у меня не облажаться. Крою и жарким потом. Гимнастерки пропитаны все. Люди бились с автоматом и пулеметом. Люди бились и победили все. Ну, это было в 12 лет. Это вот то, что... Ну, очень сильно для 12 лет, Константин, да? Да. Вам не кажется? Это было... Я там стал родителем потом за то, что они меня не пустили телевизор смотреть в зал. Я думал, что так сурово написали. У нас какой? Да, да. Ну, вот это было, наверное, первое. Месть родителям. Геннадий, Николай, вопрос к вам. Вот расскажите, пожалуйста, как заявляли о себе? Вот начали вы писать песни, об этом узнали ваши родственники, друзья. Но вам, я так понимаю, этого недостаточно, естественно. Как себя продвигали? Соцсети, интернет. Как у вас это происходит? Расскажите. Или вам вообще это не нужно было? То есть вы пишете такие замечательные, и хватит. Ну, кому не нужны поклонницы, да, чтобы приезжать домой, а там... Армия, толпа. Да, там встречает армия поклонниц. Ну, естественно, это и социальные сети, вот, и... Ну, я не хочу, как бы, их рекламировать, потому что сейчас я здесь начну одноклассники, еще что-то. Не надо, вот уже начал рекламировать. Да. Вот, ну, естественно, социальные сети, естественно, это различные файлообменники, музыку куда загружают. Ну, в общем, везде, где только можно, мы есть везде. Ну, интернет очень хороший сейчас подспорье для всех авторов и исполнителей. Если раньше, буквально, да, сколько-то лет назад, это было невозможно, то сейчас, пожалуйста, соцсети открыты для всех, загружайте свою музыку. Ну, кстати, насчет армии поклонниц. Я уверена, что Коля просто немножечко, ну, преувеличит по поводу армии поклонниц. На самом деле, не то, что нам армия поклонниц и поклонников нужны, нам нужны поклонники нашего творчества. Вот, это самое главное. Потому что без нашего зрителя нет смысла развиваться, да, потому что хочется каждому, чтобы были все услышаны. Это нормальное вполне явление. А вот скажите, по поводу интернета мы заговорили с вами, вы выкладываете все свои песни, да, вот в интернет, в соцсети. Если смотрите, что какая-то песня у вас там не набирает достаточного количества лайков, будете ее исполнять на концерте или нет? Вот если люди не реагируют. Ну, нет, в моем случае нет. Не бывает. Да, вот буквально я выставила, у меня появилась песня три дня, ой, три недели назад, господи, я сегодня вот с датами, со всем этим, называется «Забери меня, мама». Там настолько серьезный текст, и казалось бы, вот песня, может быть, серьезная, не очень, может быть, была бы слушаться, да, но тем не менее, она настолько понравилась слушателям, а до этого была премьера песня на моем сольном концерте как раз-таки, и очень реакция пошла замечательно, и я поняла, что это все в точку, все такое. Ну, вы нам ее обязательно скинете, мы ее тоже хотим слышать на нашей радиостанции. С удовольствием, с огромным удовольствием. Константин, как вы себя раскручиваете, так сказать, продвигаете? Все просто на предыдущем эфире я уже говорил, что послушал. Один из фестивалей, проходивший на нашей гонской земле, оттуда все и пошло. Это был толчок в хорошем смысле. И сейчас, слава Богу и спасибо, и Миле спасибо, что она меня поддерживает. Вашему продюсеру, Миле Руденской. То есть у вас все так же, странички в соцсетях, вы везде так же, да? Везде, да. И тоже прошел сольный концерт в шахтах при поддержке Миле и в соцсети, отчасти. Ну, вы знаете, надо отдать должное. Кстати говоря, мы совершенно не делали рекламу какую-либо по городу, да, афишу и все прочее. Нам достаточно было сделать рекламу в соцсетях. У вас такая реклама, да. Это правда, да. На нашей радиостанции в соцсетях. И у нас абсолютно, абсолютно, кстати говоря, я вашу радиостанцию рекламирую на всех своих концертах. А можно я скажу? Буквально 18 февраля будущего года будет замечательный большой концерт в Доме офицеров, в котором я приму участие. Московские будут артисты, и я в том числе. Вот. И тоже реклама основная будет в соцсетях. Спасибо большое, Мила. С вами мы все поняли. С безлимитным интернетом и со смартфоном по жизни. Это понятно. Камиль, как у вас с интернетом обстоит? Ой, намного хуже. Я же древний, дремучий человек. Ну, как это? Не надо скромничать. Я говорю, мне до этого, до последнего времени это абсолютно не нужно было. Ну, вот как вы без интернета живете? 21 век, поколение Z, все через интернет, сарафанное радио. У меня столько было банкетов буквально до кризиса. Просто не до этого было. Вот так было работа. Без всякой рекламы. То есть вам и без интернета живется хорошо, да? Абсолютно. Вы знаете, вот не могу не поделиться. Я недавно узнала об одном очень интересном проекте, который помогает талантам заявить о себе. Я думаю, что это очень актуально и для наших гостей, и для тех талантов, которые сейчас нас слушают. Вот у Тимура даже спрошу. Ты знаешь про проект «Можно все»? Мариночка, нет, ничего не знаю, но вот, судя по названию, там в рамках закона все? Да, там все абсолютно законное. Действительно, название хорошее. Вот немножко расскажу. Может быть, эта информация будет полезна для наших слушателей. Любой, кому есть что рассказать о себе, кто пишет крутые тексты, снимает нереальные фото, видео, мечтает, чтобы его увлечение стало профессией, сможет попробовать себя в качестве звездного блогера. Ну, секундочку. Да. И Билайн предоставит участникам все условия и репосты в популярных группах в соцсетях и селебрити-блогеров в качестве экспертов. Авторы самых крутых постов могут стать участниками второго этапа проекта еженедельного шоу на YouTube. Как интересно. Да. А финальный этап – это первое на ТВ реалити-шоу о блогерах. Вот как. Как же все, я не блогер. Да. Главное правило – это делать, что нравится, и с Билайн можно все, и успех придет. Успех обязательно придет, а мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Борис, я из города Шахт. Я хочу заработать заветную кружку. Но я понимаю, что мой вопрос будет такой оригинальный. Скорее всего, он будет, наверное, больше худреческий и, может быть, даже печальный для творческих людей, потому что он заключается в следующем. У меня вопрос ко всем участникам сегодняшней программы. Но вот если ваше творчество окажется невостребованным, ни таким, о котором вы мечтаете, если оно не уйдет за пределы, может быть, области, может быть, даже города, в котором вы живете, что-то да, облом, что-то да, что с творчеством, что с дальнейшей жизнью. Вот мне интересно послушать мнение всех участников, кто на эту тему задумывался и что об этом думает. Спасибо большое, Борис, за ваш такой философский вопрос. Мы на веревке. Оригинальный, оригинальный, согласитесь. А что если облом? Да. А что если облом? Давайте кратко. Нет, но насчет облома здесь все очень условно. Наша жизнь так устроена. Сегодня солнце светит, завтра оно садится. Правда же? И если огорчаться по этому поводу, то можно вообще уже наложить на себя руки и просто-напросто не жить. Нет, мы живем, творим. Слушателям нравится и замечательно. Самое главное в жизни – это семья. Самое главное – это здоровье. Здоровье родных и близких. Если это все будет нормально, это уже замечательно, эта жизнь сложилась. Спасибо большое, Мила. Ну, на самом деле, всем нравиться невозможно и не нужно. Правильно. Вот. А свою нишу, своих поклонников мы найдем. Камиль. Ну, я хочу сказать, что еще Макаревич ответил вообще идеально на этот вопрос. Напишите все, что хотите. Публика, если есть у тебя, который тебя слушает, нравится, все, ты состоялся. Ну, нет, значит, нет. Правильно. Очень просто. Очень хороший, оптимистичный подход к вопросу. Константин. Поддерживаю. И только, только должно быть вера, идти вперед, желание громадное и не меньше болтать, а больше делать. Стараться, стараться, стараться и стараться. И эти воздастся, в конце концов. Да, нас в окно. Однажды сказала моя замечательная подруга, она у вас на эфире, кстати говоря, здесь была недавно, Оля Корнеева. Она мне говорит, Милка, послушал очередную песню, вот эту «Забери меня, мама». И она говорит, ты гениальная, ты гениальная. Я говорю, Оля, ну вот, а толку-то от этого? Она говорит, Мила, не переживай, все будет, впереди вечность. Какие наши годы. Очень оптимистично сказали. У нас, к сожалению, не так много времени в эфире для того, чтобы все темы в полном объеме обсудить. Поэтому я предлагаю послушать сейчас песню Камиля Бекенина, которая называется «Приезжайте». Слушаем и наслаждаемся, друзья. На свете много есть красивых городов, А в них все улицы красивые, я знаю. Но все ж позвольте пару слов за мой Ростов, Поскольку город свой люблю и уважаю. Ведь этот город до боли родной, Все, что прожито, связано с ним. А друзья, что по жизни со мной По дорогам ходили твоим, Так приезжайте погуляем, песни попоем, И, как водится, на доне водочки попьем. Места хватит здесь на всех, в Ростове-на-Дону, И веселья, и утех. Приезжайте, ну! Я этот город ни на что не променяю, Хотя красивых очень много городов, И с удовольствием в них иногда бываю, А сердце просится назад к тебе, Ростов. Ни Москва ты, ни Санкт-Петербург, Ну, нет в Ростове такого размаха, Но тебя всюду папой зовут, И для нас ты, как парень-рубаха, Так приезжайте погуляем, Водочки попьем, И, как водится, на доне песни попоем. Места хватит здесь на всех, В Ростове-на-Дону, И веселья, и утех. Приезжайте, ну! Пускай года летят, как птицы, безвозвратно, И я назад уже никак их не верну, Но от души хочу признаться, Как приятно, что свою жизнь Живу в Ростове-на-Дону. И хочу я добавить еще, Если в жизни придется мне туго, То в Ростове найду я плечо Настоящего верного друга. Так приезжайте погуляем, Водочки попьем, И, как водится, на доне песни попоем. Места хватит здесь на всех, В Ростове-на-Дону, И веселья, и утех. Приезжайте, ну! Так приезжайте погуляем, Водочки попьем, И, как водится, на доне песни попоем. Места хватит здесь на всех, В Ростове-на-Дону. И веселья, и утех. Приезжайте, ну! Наш город Ростов-на-Дону! Молот. Свежий номер. Самые важные и интересные события В жизни Ростовской области На страницах газеты Молот. Тема номера. Поехали кататься. Глава администрации Волгодонска Креативно отчитался о работе за год. Политика. Встреча с бывшим. Виктор Янукович снова общался С журналистами в Ростове. Общество. Настучать на асфальт. Куда жаловаться на ростовские дороги? Образование. Общение без барьеров. Как выбрать языковую школу? Здоровье. Работаем на аптеку. Сколько ростовчане тратят в месяц на лекарства? Читайте, молот. У нас надежные источники. Категория 16. Телефон рекламной службы ФМ на Дону 263-2001 Радио ФМ на Дону объявляет конкурс События года 2016. Редакция радиостанции выбрала 10 событий, которые вызвали большой интерес и отклик слушателей. Предлагаем дончанам решить, какое же из них стало самым значимым для жизни региона. В первом этапе конкурса каждый день с 21 ноября по 2 декабря мы вновь будем рассказывать вам об этих событиях и предложим принять участие в голосовании на сайте Дон24.тв Голосование продлится до 4 декабря. Первая пятерка по итогам голосования пройдет во второй этап. С 12 по 16 декабря вы услышите интервью с участниками событий, прошедших в полуфинал. В последние дни уходящего года слушатели радио ФМ на Дону определят победителя. Событие, которое, по их мнению, стало самым значимым для региона и его жителей. Напомним, в прошлом году дончане выбрали победителями ГК Ростов-Дон за успехи в течение года чемпионства в первенстве страны и театр Горького за спектакль «Тихий дом». «Тихий дом». «Я верю в любовь, она как огонь». «Ты» — это вынос мозга, «ты» — это гейзер страсти, «ты» — «ты» — «ты». «Девушка, которая поет, этого так мало для меня». «Девушка, которая поет, молча греет руки у огня». СТОЙ СЕМЬ в Ростове. Тело любит, тело врет, Сердце пленный не берет. Мама, вчера на больших экранах, Красивая мелодрамма, И с ним играли пару. Счастливые. ФМ на Дону. СТОЙ СЕМЬ в Ростове. Сто три и три в Сальске. СТОЙ СЕМЬ в Целине. ФМ на Дону. ФМ на Дону. Наши в эфире. Мы вновь в студии. Недавно мы послушали песню Камиля Бекенина. Приезжайте. И сейчас мы призываем наших радиослушателей активно голосовать ВКонтакте, в группе Наши в эфире. Камиль, ну что, опять я танцевала. Прям сегодня такая подборка, да, танцевальная. Как люди реагируют на Вашу песню? Ну понятно, что наши гости тоже плясали. Да, отлично. Это вот первая песня, которую профессионально, совершенно случайно написал, потому что ничего другого на ум не пришло. Надо было срочно нам гостей встречать. И мне пришлось на ходу вот сочинить. Именно гитара со скрипкой в дверях встречали, там, каких-то важных лиц. Потом я дописал, 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 и так, как о меня родилось. Ну, получилось здорово, очень душевно. Спасибо. То есть эта песня такая, если ее можно назвать так, на заказ. Должны были приехать гости. Ну, мне мой друг сказал, очень нужна была песня. Что-нибудь, как мы встречаем на Дону, но мне ничего в голову, кроме Левого берега, не лезло. Он уже в печенках сидит. Я его столько раз за жизнь пел, чтобы после унера унеслилось, наверное, сколько я в ресторанах работал. Ну, а если выступаете, все-таки если в процентном соотношении, сколько песен перепеваете, и сколько поете своих, авторских? Выступаю в деле. На концертах только свои пою, конечно. Только свои? Только, да. Ну, а если в ресторане вы же еще работаете? Там что угодно вообще. Что угодно. Левый берег. Свои наоборот не пою. Там это никому не интересно. Что чужое. Ну, как обычно в ресторанах. Джага-джага, потанцевать же людям надо. Ну, я не знаю просто. Да, как бывает в ресторанах. Ты не бываешь в ресторанах, Марина. Очень жаль. Нет, нет. Ты многого не видишь. Работа, дом, работа, дом. Да. Я знаю, что у кого-то из вас точно есть новая песня. Вот, Купаж. Да. Геннадий, да? Да, 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 да. Мила нам рассказала о своей новой песне. Обязательно ее послушаем. Обязательно возьмем ее себе. Что там у вас за песня такая? Песенка актуальная. Про Трампа. Нет, нет. Нет, там есть такие слова. А как хотелось отдохнуть бы нам, как встать и несмотря на кризис, полететь в Дубай. Поесть Амаров под Бордо, поймать фортуну в казино, а вместо этого забитое метро. Вот такие там слова. Очень веселенькая песенка о том, что надо встречаться. Пора встроить метро в Ростове. Находить время, находить время, общаться чаще. Вот такая песенка. Когда можно ее ждать? Когда будет студийная запись? Да, студийная запись уже будет со дня на день. Она почти готова. Сейчас она уже мастерица. Она сведена. И состоится ее премьера. Она обязательно будет звучать у нас 2 декабря. Будет концерт в городе Новочаркасске ДК Невс. Поэтому мы всех приглашаем. Это наш совместный проект с Игорем Дзреевым. Программа называется «Душевные песни для хороших людей». Поэтому ждем всех на концерте 2 декабря ДК Невс. Будет круто. Гарантируем. Николай, я знаю, что Геннадий подгонял вас со сроками, да? Чтобы побыстрее вы записали эту песню. И мы знаем, что именно вы этим занимаетесь. Пока еще да. Что значит пока еще? Мы чего-то не знаем? Нет, все знаем. У вас плохие отношения? Отличные отношения. Пока еще занимаюсь. Вот. Так что, ну да, подгонял. Ну да. Надеялись на сегодняшний эфир, но кто-то говорит «нет», не испытывая при этом угрозений совести. Прочитав на известную книжку. Геннадий, как вам не стыдно говорить? Нет, отказывай. Нет, Геннадий, Геннадий. Это я говорю «нет», да. А у вас новые песни ожидаются? Конечно, ну как любой человек постоянно что-то пишет. Вы постоянно в процессе. Маличка, я не знаю, что очень много песен под гитару просто пою. И далеко не все аранжирую. Мне, я не знаю, сколько, но очень много. И не считал. Как это принято сейчас говорить, лайф. Лайф. Постоянный лайф. Бардовское такое исполнение. Тьма просто. Я не знаю, сколько часто. Нет, на все аранжировать просто невозможно. Если у каждого, да, столько песен. В столе. Да, на все средства. Но не у каждого. Потом честно. Срочно у нас тут таланты, знаете ли. Это еще такое. 200-300 песен. Каждому свое. Еще такой элемент, Марина. Я же всю жизнь в музыке. Постоянно куда-то зовут меня. И очень много раз обращал внимание. Аппаратуру приводишь. Там есть ансамбль. Там певицы, скрипачи. Ничего не надо. Выключи. Возьму гитару, сядь, попой. Человеческая чуть. Вот все. Я уже перестал колонки эти носить. Просто с гитарой прихожу. Вот живое надо людям живее. И общение, и чувство от человека. Да, все правильно. Константин, скажите, пожалуйста. Ну, что у вас с новыми песнями? Когда ждать? Ну, мне пока нечем похвалиться в плане мастеринга или сведения, чтобы на уровне студийном. Ну, в демо-версии есть одна новая. Ну, да. Когда ждать? Можно дописать куплет. Когда нам ждать полноценно. Ну, если все сложится, то... Тут загадывать нельзя, насколько я знаю, да? А, вот, то есть вы можете так смело загадывать. Ну, я думаю, да. Ну, максимум на старый Новый год. Может быть, и Рождество. Марина, Тимур. Тимур уже знает 100%. Нужно ждать так, когда. Когда заработаешь на них свои кровные. Потому что, что грех оттаить, все, кто здесь сидит и все, кто сюда приходил, делают все аранжировки за свой счет. Мы их зарабатываем. Мы как-то там откладываем. Да, ущемляем себя в чем-то, но песню выпускаем, тем не менее. Потому что это... Дело недешевое. Да, это дело очень недешевое. И, конечно, было бы здорово, если бы нашлись какие-то единомышленники, которые вложили бы в тот или иной проект. Очень хотелось. Музыкальные, да. И побольше живого инструмента. А вот, кстати, мы заговорили о новинках, о концертах. Тимур, буду тебя сейчас ругать. Как всегда, я о тебе ничего не знаю. Я вот слышала, даже не от тебя. Кстати, а я видела. Я не знаю, а я слышала. Мимо Дворца Пионеров. Смотрю, куда будет концерт. Шикарный, да. А я не знаю подробностей. На самом деле, это не секрет никакой. Вот, но просто вот как-то так не пришлось мне об этом кричать. Не люблю я этого делать. 7 декабря в 20.00 в ресторане Дворец Пионеров состоится мой сольный концерт. Живой звук, как всегда. Вот, будет очень интересная программа. Будут, ну, очень много моих песен. Будут еще и не мои те песни, которые мне хочется исполнить просто. Но по стечению обстоятельств не я их написал. Вот. А, например, Элтон Джон. Вот, да. Но это будет все равно кавер, правильно? Это будет кавер, да. Это будет другая версия. Но в основном будут песни мои. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые гости нашей студии, уважаемые радиослушатели. Вот. Я всех жду. Билеты на сайте кассир.ру можно приобрести и столик можно забронировать в Дворце Пионеров, хотя их остается все меньше и меньше, что меня очень радует. Поэтому я жду всех. Приходите, Мариночка. Седьмого декабря. Седьмого декабря. На кастинг проекта «Голос». Я попал там в 200 человек последних. И что вы думаете, у меня кастинг назначен был в 5 часов вечера. Передо мной в 2 часа дня был Саша Панайотов. Вот. Мне нужно было в 5 часов вечера приехать, быть в «Голосе», быть в нормальном настроении в Останкино. Вот. Я заболел. В этот день я проснулся с температурой под 39. Не судьба, значит. Да. У меня осел голос полностью. И учитывая то, что я еще в 10 часов вечера прошел, то есть вот такой вопиющий случай. Естественно, у меня не осталось ничего от моих возможностей. Вариантов не было. Да. Поэтому, ну, видимо, не судьба. Вот, кстати, вопрос про случай. Даже не рассказывал. А знаешь, не то, чем есть гордиться, поэтому, да. Самое, что интересное, вот, или парадоксальное, наверное, ну, у меня во всяком случае, у меня тоже бывали случаи, когда концерт, допустим, и температура, и все. Но, как дело идет к концерту, отменять нельзя, его невозможно. Другое дело, здесь ты пришел совсем несколько иная ситуация, да, от адреналина, от того, что собираются люди, ты ответственен перед этими людьми, хочешь, не хочешь. И откуда-то появляется этот голос на удивление. Заканчивается концерт, и все, ты совершенно не можешь разговаривать. Не знаю, Мила, не знаю, у меня тоже была такая ситуация, но перед эфиром, нет, у меня есть эфира. Ну, ребята, если я там делаю, у меня есть эфира, у меня есть эфира, у меня есть эфира, у меня есть эфира, у меня есть эфира. Да, просто ты визуально не видела своих слушателей. А если бы ты аудиторию эту огромную увидела, сразу бы голос появился. Нет, там уже действительно голоса не было вообще, я, конечно, что-то из себя выдавливала, но скоро мы прервемся с вами на музыкальную паузу, будем слушать песню группы Купаж. Сейчас скажу какую, перед этим хочу сказать, что, друзья, слушаем песни и активно голосуем на нашей страничке ВКонтакте, в группе нашей в эфире. Это сейчас очень-очень нужно нашим дорогим гостям. Итак, мы слушаем песню, которая любима нашими радиослушателями, группа Купаж «Не в деньгах счастья». Говорят, не в деньгах счастья, но я точно вам скажу, что живется с ними проще и вольготней нами орут. Ведь, когда хрустит в кармане пачка новеньких банкнот, ты свободен, словно ветер, и не знаешь, ты забудь. А чтоб желания содрогались от возможностей, дай вам вот здоровья крепкого друзей. А небо мирного во всех делах надежности, в рукаве всегда иметь, кто за червей. А по большую жизнь удачи и стабильности, и весь друг всегда на гайке по полку. А быть портовыми не допускать, а в ложь носить, и построить дом у моря в молеку. Говорят, что деньги в деньгах, и хоть сколько ни копит, если ты родился бедным, то не светит, не кровит. В небосеньке, сынок, шапка, часто слышал в детстве я, только шансу не получка, и желаю вам, друзья. А чтоб желания содрогались от возможностей, дай вам вот здоровья крепкого друзей. Небо мирного во всех делах надежности, в рукаве всегда иметь, кто за червей. А по большую жизнь удачи и стабильности, и весь друг всегда на гайке по полку. А быть портовыми не допускать, а в ложь носить, и построить дом у моря в молеку. От работы кони дохнут, и как водится давно, не сбежит, как волк, работа, даже думать нагрешено. Заработать можно крыжу, если день и ночь пахат. Пусть работа будет хобби, дайте нам хоть по мечтам. Чтоб желания содрогались от возможностей, дай вам вот здоровья крепкого друзей. Небо мирного во всех делах надежности, в рукаве всегда иметь, кто за червей. А по большую жизнь удачи и стабильности, и весь друг всегда на гайке по полку. Быть портовыми не допускать, а в ложь носить, и построить дом у моря в молеку. Чтоб желания содрогались от возможностей, дай вам вот здоровья крепкого друзей. А небо мирного во всех делах надежности, в рукаве всегда иметь, кто за червей. А по большую жизнь удачи и стабильности, везде всегда на гайке по полку. А быть портовыми не допускать, а в ложь носить, и востроить дом у моря в молеку. Наши в эфире Мы вновь в студии программы «Наши в эфире» и с вами по-прежнему ее ведущие Тимур Камышанский и Марина Орлова. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить нам по телефону 200 ровно 2519, задавать вопросы нашим гостям и выиграть термокружку от компании Beeline. Ну что, послушали мы вашу песню, группа «Купаж» Геннадий и Николай. Камиль, ну вижу по глазам. Да, здорово. Здорово, да? Профессионально все. Наши слушатели тоже отзываются очень положительно на самом деле. Ну, такой философский вопрос, не в деньгах счастье, а в чем счастье для вас? Ну как же. Главное, это здоровье, чтобы все близкие были здоровы, вот. А все остальное приложится. Камиль, чтобы костюмчик сидел, да? Ну, это тоже в том числе. Да, много чего в жизни было, Маринечка. Друзья, близкие, родные, родные люди. Все это самое важное. Водочка, чтобы была на столе всегда. Ну, это в прикупах. Закрепливается, естественно. Да, нравится легкое. Да, да. Константин, для вас что счастье? Счастье, здоровье поддерживаю. Здоровье и не пропало вот этот драйв, чтобы с каждым годом не на увядание, а на увеличение, чтобы только продавало силы и стремление, чтобы желание, оно было колоссальным с каждым годом. И идти к своей цели. С горящими глазами. Константин, как президент Российской Федерации, такой, с несколькими микрофонами, как на пресс-конференции, да. Мила. Что для меня есть счастье? Да. Счастье такое состояние, мгновенное, мимолетное. Счастье, вот допустим, мы сейчас с вами сидим, у нас прекрасная обстановка, ведь это мгновение счастья. Счастье, когда на мои концерты приходят мои дорогие, любимые зрители, мои слушатели. Счастье, когда у меня есть семья, у меня хорошая очень семья. Счастье, когда мои родные, близкие здоровы, слава Богу, всего, чем всем-всем желаю. Вообще, знаете как, поняли бы мы мгновение счастья, если бы не было у нас серых дней. Наверное, все в контрасте идет. Нужно просто радоваться каждому дню, каждому мгновению. Мы не умеем ценить то, что рядом с нами. Мы хотим куда-то, мы хотим чего-то, а счастье, оно рядом, оглянись, как в моем стихотворении. Так что вот это и есть счастье. Счастье – это мгновение, которое нужно ценить. Есть такая шутка. Что такое счастье? Это, говорит, когда ты вошел очень много денег, а вот горе, когда тебя нашел тот, кто их потерял. Хорошо, скажем, да. Опять на деньги перевели, да, с философией. Нет, деньги, конечно, никому еще не помешали. Неотъемлемая счастья. По-другому. Ты свободен, словно ветер. Очень логично. Деньги – средства для того, чтобы получать удовольствие от этой жизни. Но не сама цель – заиметь эти деньги. То есть просто инструмент. Конечно же. Цель, ну, свобода, чтобы ты мог заниматься творчеством именно тем, чем ты хочешь. Купить, куда ты хочешь, купить то, что тебе нравится. Песню записать, да, милая? Опять же, песню записать, да. Подарок друзьям сделать. Опять же, нужны же деньги, чтобы его купить. Спасибо большое. Константин, сейчас мы будем слушать вашу песню. Я готовлю наших слушателей, чтобы они приготовились голосовать. Как вы думаете, какую песню мы послушаем? Вот какая песня, на ваш взгляд, больше нравится нашим слушателям? Я думаю, веселая, однозначно. Ну, название, пожалуйста, веселое. Конкретно, ну, наверное, Родон, что-то. На Зорьке. На Зорьке. Да, да. Ну что ж, давайте послушаем песню в исполнении Константина Ростовского «На Зорьке». Я с девчонкой на Дону, я в глазах ее тону, прикоснуться не решаюсь. А что ж ты, милый, что с тобой, а мне нравится другой, за внимание, за твое, я покаюсь. А что ж ты, милый, что с тобой, а мне нравится другой, за внимание, за твое, я покаюсь. Так запомните, друзья, на Дону грустить нельзя, и в станицах добрый день нас даем. А на Зорьке на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. А на Зорьке на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. Вся красива и на ней, и касаясь в пяти дней, дай полюбоваться. Она мне говорит, пусть тебя Господь хранит, любит тот другой меня лет уж двадцать. Она мне говорит, пусть тебя Господь хранит, любит тот другой меня лет уж двадцать. Так запомните, друзья, на Дону грустить нельзя, и в станицах добрый день нас даем. А на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. А на Зорьке на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. У меня слов твои, день и ночь душа болит, не хочу я расставаться. Но скажу тебе, любя, будь счастлива без меня, ой, хочу я вновь с тобой повстречаться. Но скажу тебе, любя, будь счастлива без меня, ой, хочу я вновь с тобой повстречаться. Так запомните, друзья, на Дону грустить нельзя, и в станицах добрый день нас даем. А на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. А на Зорьке на Зорьке заколется и ко мне, да девчоночка сама подойдет. Наши в эфире. Мы вновь в студии, только что мы послушали песню в исполнении Константина Ростовского на Зорьке. Напомню, что мы работаем в прямом эфире 200 ровно 25.19. Дорогие друзья, ну что ж, вот и настал тот момент, когда мы можем подвести итоги голосования ВКонтакте. Ура! Итак, буду объявлять. Мила Руденская, наша замечательная, набрала 22,1%. Давай так, сделай, так мало, 22%. Мне кажется, очень даже неплохо. Камиль Бекенин набрал 15,4%. Думал, ни одного не будет. Вы очень зря так думаете, вас очень любят наши, дорогие слушатели. Группа Купаж набрала 7,7%. Очень неплохой результат. Ну что, и победитель нашего голосования Константин Ростовский. Не зря я работаю. Да, Мила? 53,8%. Отлично. С чем вас и поздравляем. Поздравляем, Константин. Ну что ж, вы у нас первый лидер. Как я уже и сказала, после пяти итоговых программ у нас таких лидеров будет пять. И мы подведем итог, кто больше всего наберет из вас процентов, тот и станет обладателем диплома от радиостанции ФМ на Дону. И там будет написано, что ваша песня признана лучшей по версии наших радиослушателей. 2016 года. Да. Ну что ж, и давайте подведем еще один итог. Самый главный итог, по моему мнению. Кто кружку выиграл. Наконец-то. Ну, давайте как-то все вместе решим, или все-таки будет адресат решать. Ну, Мила, вам задали этот вопрос, да? Ну, в любом случае, шахты, я думаю, отправляются, да? Шахты, конечно. Алексей или Борис? Алексей у нас спрашивал о женах шахтеров, да, насколько я помню. Да. Я ничего не путаю. И Борис у нас спрашивал, что делать, если облом. Если облом. Если облом. Облогедон, да. Вы знаете, облом, на мой взгляд, правда, оригинально. Резонанс вызвал. Как все согласны. Я как Челышевского вопрос, что делать. Камиль, ну давайте проголосуем. То есть, Тимур, ты, конечно, хочешь термокружку себе забрать. Да, естественно, у меня не объективное голосование будет. Я голосую за апокалипсис, мне понравилось. Хороший шаг, такой маркетинговый. Так, Борис, два. Мила, вы тоже Бориса, Геннадия, Николаевна. Борис, пускай. Борис. Борис, вы, надеюсь, нас слышите в эфире. Термокружка у вас. Поздравляем, вы получаете термокружку, фирменную термокружку от компании Beeline. Ну что ж, друзья, время эфира пролетело. Вот действительно пролетел этот час. И рады мы, что пришли вы сегодня в нашу студию. Спасибо за приглашение. Мы еще увидимся однозначно. И я напомню, что партнеры программы нашей в эфире – ПАО «Вымпелком» и ОАО «Дорожное ремонтное строительное управление». Это интервью вы можете еще раз услышать в субботу, 3 декабря в 13 часов. На этом мы с вами прощаемся. В студии была Марина Орлова. И Тимур Камышанский. До встречи. Спасибо всем огромное. До свидания. До свидания.